Друзья, всем привет! С вами канал Гараж24 Сегодня у меня для вас новая тема, очень интересная Много об этой теме не знают, много людей об этом не знают, что нужно так делать Сегодня я хочу вам рассказать про... Сегодня будем вообще говорить про охлаждение двигателя так как пришло лето Очень жарко, очень тяжело автомобилю работать и справляться с этим для двигателя напряжением потому что ему жарко, ему горячо он постоянно нагревается у некоторых перегревается некоторые вообще даже не смотрят за датчиком температуры, не обращают на это внимание, смотрят на то лишь бы был бензин лишь бы машина заводилась и ехала на такие все вещи обычно новые водители внимания не обращают, поэтому сегодня я хотел бы более подробно рассказать на что нужно обращать внимание в такую погоду особенно в больших городах и особенно в пробках то есть когда на дороге на трассе на каких-то автобанах вот это вот именно тема мало будет касаться вас и ну, этого видео особенно оно будет касаться тех людей которые постоянно ездят в больших городах и постоянно стоят в пробках сегодня мы будем разговаривать именно об этом так как я уже сказал, мы будем говорить про охлаждение двигателя. Охлаждение двигателя у нас есть принудительное и автоматическое. Я надеюсь, никому не надо объяснять, что это такое, что это за два вида охлаждения. То есть принудительное, это которое работает постоянно, это которое вентилятор стоит у нас на шкиве помпы, и на шкив помпы натянут ремень. То есть как только вы запускаете двигатель, постоянно крутится у нас вентилятор. Помимо того, что вы едете, у вас постоянно охлаждается радиатор и охлаждается та вся жидкость, которая находится в нем У нас еще есть автоматическая Вот я подобрал машину с таким вот видом включения этого вентилятора То есть с включением этого вида охлаждения Это автоматический вид И он у нас срабатывает, я вот хочу обратить ваше внимание Вот у нас, к примеру, вот у нас 90 градусов Вот если я сейчас включу зажигание, стрелочка поднимется у нас сколько будет? Ну 80 будет Ну это мало, она еще не нагрета, может даже 90 она наберет То есть вот смотрите, вот я эту машину знаю, вот это у нас меточка, где ничего не написано, то есть выше стрелочки Это у нас 90 градусов Как только стрелочка начинает подниматься выше, там уже у нас идет 95, 96, 97, ну естественно 100 Как только стрелочка начинает подниматься, у нас включается автоматическое охлаждение Оно, если неисправно, оно может не включиться И у вас вот эта вот стрелочка пойдет выше, пойдет за 100, пойдет в общем, в красную зону И на это очень мало обращают внимания И сегодня я хочу более подробно об этом рассказать Когда вот у вас включается, так как я говорю, выше 90 градусов, там может быть 95, 96, 97 И вот в этом диапазоне оно включается, вот именно это охлаждение Его можно услышать, но сейчас я не буду вам греть автомобиль до того состояния, когда включится вентилятор Я вам все подробно расскажу, что нужно делать и что не нужно делать Теперь давайте перейдем под капот и посмотрим, я просто открою капот и покажу вам Вот, хочу капот показать для тех, кто не знает Вот смотрите, то есть у этого автомобиля вентилятор вот здесь вот находится Естественно он стоит, вот здесь вот у нас радиатор Вот здесь вентилятор Здесь, как вы можете видеть, принудительного охлаждения нет То есть за этим всем нужно наблюдать Ремня никакого у нас здесь нету Ремень вот у нас вообще вот здесь стоит У нас автоматическое охлаждение Как оно работает? Нагревается автомобиль до 95, 96, 97 градусов И начинает гудеть вот этот вот вентилятор То есть все вот, провода вот к нему идут Все вот это вот, за этим всем надо следить Автоматически он включается и очень естественный звук То есть если открыть окно в автомобиле Будет слышно, что реально что-то гудит Реально шумит, реально гудит И есть такие водителя, которые останавливаются Вот я приехал, например, вот на это место Я приехал, у меня срабатывает вентилятор То есть жара, вот реально жарко сейчас на улице Срабатывает вентилятор и я попросту выключаю зажигание И выключается, естественно, с зажиганием, с всем питанием Выключается питание на вентилятор То есть все глохнет Почему я это рассказываю? Вы глушите свой автомобиль при температуре Когда уже должно идти охлаждение двигателя То есть когда уже вентилятор должен остудить вашу жидкость Чтобы она остудила двигатель А вы берете, выключаете ключ И двигатель начинает сам остывать на 97,8 градусов Это очень плохо для двигателя Для его металла, если не новая машина Да в принципе даже и новая машина Нельзя так никогда делать Потому что портится двигатель Портятся ваши прокладки Которые рассчитаны на определенную температуру То есть все портится, абсолютно все Вот этим вот поворотом ключа Когда начал работать вентилятор Когда двигатель, когда то есть датчик посчитал нужным Его остудить Вы выключаете, идете себе там по своим делам А двигатель находится, ну то есть Очень ему горячо и очень плохо Что я советую делать, когда вы услышали Перед остановкой, когда вы услышали Что у вас включился этот вентилятор Принудительных это не касается Это касается вот именно иномарок Новей модели Что делать? Когда вы остановились и хотите попросту уйти с автомобиля Закрыть его, я не знаю, просто там Где бы вы не были Вам нужно подождать, пока вентилятор не отключится Вентилятор может работать Ну обычно работает не больше минуты Это достаточно, чтобы установить рабочую температуру двигателя То есть, например, у нас 97 Проходит буквально секунд 40, секунд 45, 50 И температура падает у нас обратно 95 может быть у кого-то даже меньше Смотря какая машина, смотря какой термостат То есть все зависит от этого И нужно подождать, пока он выключится Только тогда проворачивать ключ зажигания Только тогда нужно у автомобиля забирать все электропитание Только тогда его можно глушить Если вы глушите, когда вентилятор начал работать Или работает, вы совершаете большую ошибку Поэтому смотрите Гараж 24 Не пропускайте ни одного видеоролика И подписывайтесь на мой канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!